Совсем недавно завершилась реконструкция Олимпийского стадиона Фишт, Кубку Конфедерации и Чемпионату мира по футболу. Открывали арену сборные России и Бельгии. А первыми клубами, сыгравшими на Фиште, стали представители ПФЛ. ФК «Сочи» и «Ротер Волгоград» провели на новом стадионе матч 24-го тура фон-бет первенства России. Игра в такой обстановке стала праздником и для болельщиков, и для самих футболистов. Во-первых, скажу, очень хорошее качество поля, великолепный стадион. Собралось много фанатов футбола, которые пришли поддержать нас. Я думаю, праздник футбола удался. Марат Сафин – один из тех, кто футбольному празднику поспособствовал особенно активно. На его счету дубль. Оба своих гола капитан «Сочи» забил во втором тайме, с разницей всего в 12 минут. «Ротер» отвечал не менее стремительно. И к 65-й минуте счет был уже 3-3. Сегодня мы могли проиграть и выиграть могли. Потому что обе команды не отсиживались в обороне. Могли и должны были, наверное, забивать больше, потому что предпосылки для этого были. Поэтому какой весь счет такой есть, никуда не денешься. Радость от забитых мячей футболисты спешили разделить с болельщиками, которых собралось около 6 тысяч человек. Все они получили отличный комплект. Поход на современный стадион и яркий матч, в котором Сочи трижды вел в счете. Упустил преимущество, но все же не проиграл лидеру группы «Юг». Игра так и закончилась. 3-3. До окончания сезона в фонбет первенстве профессиональной футбольной лиги осталось меньше месяца. Последние матчи назначены на 3-е и 4-е июня. И если на западе лидерство питерского «Динамо» уже вряд ли что-то может помешать, то в остальных группах интрига сохраняется. Самая запутанная ситуация в центре. Лидирующий «Энергомаш» от идущего пятом «Витязе» отделяет всего 4 очка. Что касается группы «Центр», то я считаю, что до последнего тура ничего не ясно. Тем более сейчас предстоят еще и игры между собой. Очень плотное соотношение команд турнирной таблицы. И непонятно еще, что будет. Тем интересен футбол. Несколько важных вопросов обсудили на очередном заседании члены Совета ПФЛ. В частности, Совет подвел итоги региональных совещаний руководителей клубов и обсудил подготовку регламента нового сезона. Кроме того, участники заседания поздравили генерального директора подольского «Витязя» Юрия Полякова с 50-летием. Но сам юбиляр больше говорил не о себе, а о развитии футбола. Самое главное, основное – это воспитание молодежи. Чем больше будет играть своих воспитанников в клубах, тем лучше будет для любого клуба и для любого региона. Дальше, в принципе, наша задача в этом – поставлять в сборную, в премьер-лигу, в ФНЛ игроков. Но я еще раз повторюсь, что без школ, без подготовки своих кадров это никогда не получится. Еще одним решением Совета стало определение даты и места общего собрания членов ПФЛ. Оно пройдет в Москве 8 июня. Проект повестки общего собрания также утвержден. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...